Новосибирская компания LRON в настоящее время производит российские одноплатные компьютеры, отечественные Arduino-совместимые платы, устройства контроля усталости водителей Sleep Control и иные приборы и устройства. К примеру, это плата LBR Ice Uno, построена на российском микроконтроллере MiG-32 Amur завода Micron. Применение ее широко, от беспилотников до нефтегазовой отрасли. То есть это интернет вещей, это автоматика промышленная, это для хобби, в принципе, тоже можно, для дома, для семьи. Применение масса. Различные датчики, различные интерфейсы связи, различные актуаторы, все что угодно. Носимый гаджет Sleep Control разработчики создали по запросу от транспортных компаний. Он меряет пульс и оценивает вариабельность сердечного ритма, анализирует и, соответственно, понимает, насколько водитель устал. Плюс часы оборудованы нейросетью, которая обучена на то, чтобы определять уровень усталости. Определяет усталость, к примеру, водителя-дальнобойщика и отправляет данные на базовую станцию, которая находится у работодателя. Еще одно перспективное направление – одноплатные мини-компьютеры на отечественном процессоре. Мы в данный момент только выходим на этот рынок, но потребность по российским одноплатным компьютерам очень высокая, с учетом необходимости использования российских процессоров и российских микроконтроллеров. То есть в данный момент высокая потребность в станкостроении. Нам нужно строить свое оборудование на наших решениях – это в ИЧТЕХ, это различные отрасли, газ и так далее. Товарная версия первых одноплатных компьютеров должна выйти уже через 2-3 месяца. Тесная кооперация с сибирскими инноваторами позволяет компании заниматься контрактным производством микроэлектроники для резидентов-инкубаторов, академпарка и инновационного центра Сколково. Такие компании в Новосибирской области могут и получают поддержку. В прошлом году мы поддержали 40 инновационных компаний на сумму 123 миллиона рублей, как раз-таки на трансфер технологий, то есть на софинансирование их новых разработок с использованием нашей сибирской науки, вузовской науки, институтов сибирской длины. Вот этот проект базировался и разрабатывался вместе с Новосибирским государственным техническим университетом. Такие компании мы будем и дальше поддерживать. Кстати, это предприятие тоже получило поддержку от области на свои разработки. В региональном министерстве науки и инновационной политики заявляют, что сегодня у нас выстроена система поддержки молодых инноваторов. Даже студент может получить средства на организацию первого бизнеса. Главное знать, в каком направлении двигаться и желать достичь результата.